Восьмая международная спартакиада среди ветеранов и руководителей ветеранских организаций физической культуры и спорта традиционно началась с возложения цветов к вечному огню на священной земле Брестской крепости. Мероприятие собрало вокруг себя много известных и титулованных спортсменов советской эпохи. Такой формат проведения позволяет поделиться опытом с молодым поколением, да и просто хорошо провести время. В свое время я вот когда встала на эту землю и начинаю вспоминать, что 50 лет назад эта земля нас провожала на Олимпийские игры в Мюнхен. Специально из Минска привезли нас поездом, чтобы все показать, чтобы рассказать, чтобы задеть вот наше вот здесь вот сердечко, чтобы мы едем не просто так, а побеждать. И мы побеждали. Бывалым спортсменам было где себя проявить, ведь локации, на которых ветераны могли поиграть настольный теннис, бильярд, шашки, шахматы располагались по всему городу. Здесь собрались все люди, которые были, возглавляли спорт, были у руля спорта, сами были спортсменами. И сейчас уже когда они вышли, как сказать, в отставку, на пенсию, они здесь собираются, общаются, делятся опытом с людьми, которые сейчас занимаются организатором спорта и так далее. Это очень важная такая передача поколения, воспитательный момент, что люди не потерялись, они находятся в форме, играют прекрасно. Достаточно сказать, в турнире здесь играет два гроссмейстера, чемпион мира играет, чемпионы союза, международный мастер, мастера спорта. То есть достаточно высокий уровень игры, да и показывает интересную игру, очень интересную, ну и общение там между людьми. Собрались, в принципе, самые сильные ветераны, шашек и шахмат. В общем-то, все у нас замечательно, настроение хорошее, так что спасибо Бресту. Очень приятно, что приглашают, что мы еще себя чувствуем спортсменами и хочется выигрывать. В состязаниях приняли участие женщины и мужчины старше 55-летнего возраста. Всего около 100 человек в составе 8 команд.